Анна Ахматова Путём всея земли Прямо под ноги пулям Чёрные маруси, воронки, ночные аресты, судебные тройки без адвокатов и публичного слушания дел, трибуналы, миллионы казнённых и репрессированных, карцерный архипелаг – что это было? Власть ли пыталась авторитарно утвердиться в качестве единственно возможной и справедливой? Параноик ли организовал тотальный контроль? Пенитенциарная техника ли, следуя логике своего развития, диктовала правила игры в небывалое государство? В 1975 году Мишель Фуко в книге «Рождение тюрьмы» описал, как политическая власть, немыслимая в современную эпоху вне принудительной изоляции преступников, механизмом тюремной же дисциплины обуславливает функционирование и таких общественных учреждений, как школы, больницы, казармы, гарнизоны. Карцерный архипелаг Советского Союза мог бы служить наиболее весомым подтверждением его теоретических положений, если бы философ имел доступ и смелость работать с архивами НКВД. Пожалуй, самый важный результат карцерной системы и ее распространения далеко за границей законного заключения, писал Мишель Фуко, то, что ей удается сделать власть наказывать естественной и легитимной, по крайней мере понижая порог терпимости к наказанию. Она сглаживает всё, что может казаться чрезмерным в отправлении наказания, ведь она играет в двух регистрах, в которых сама развертывается – в законном регистре правосудия и в незаконном регистре дисциплины. В самом деле, великая непрерывность карцерной системы с обеих сторон обеспечивает определенную правовую поддержку дисциплинарным механизмам, приводимым ими в исполнение судебным решениям и санкциям. От начала до конца этой сети, охватывающей столь многочисленные относительно анонимные и независимые региональные институты, с тюрьмой как формой передается модель великого правосудия. Установление дисциплинарных институтов воспроизводит закон, наказание имитирует приговоры и кары, надзор повторяет полицейскую модель, а над всеми этими многочисленными учреждениями возвышается тюрьма, которая, будучи их чистой и несмягченной формой, оказывает им своего рода государственную поддержку. Карцерная, с его постепенным переходом от каторги или тюремного заключения к диффузным и легким ограничениям свободы, сообщает определенный тип власти, утверждаемый законом и используемой правосудием как излюбленное оружие. Как могут казаться самочинными дисциплины и функционирующая в них власть, если они лишь приводят в действие механизмы самого правосудия, рискуя смягчить их интенсивность? Если они распространяют следствие правосудия и передают их до самых последних звеньев, позволяя избежать его строгости. Непрерывность карцера и распространение тюрьмы как формы позволяют легализовать или, во всяком случае, узаконить дисциплинарную власть, избегающую таким образом малейшей чрезмерности или возможных злоупотреблений ею. Мишель Фуко надзирать и наказывать. Последняя возможность злоупотребления дисциплинарной властью в советском застенке стала основанием для реализации той же самой пенитенциарной техники, а на деле карательных процедур и над самими вершителями правосудия. В 1938 был расстрелян глава НКВД товарищ Ягода. В 1940 сменивший его на этом счастливом посту нарком Ежов. В 1937 прокурор СССР Акулов. В 1953 министр внутренних дел, вышедший из доверия товарищ Берия. В 1954 министр госбезопасности Абакунов. Земной отрадой сердца не томи. Не пристращайся ни к жене, ни к дому. У своего ребёнка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому. И будь слугой смиреннейшим того, кто был твоим кромешным супостатом. И назовели снова зверя братом, и не проси у Бога ничего. Декабрь 1921. «Скажите, предатель и изменник Ягода», – обратился к обвиняемому на процессе 1938 года новоиспечённый прокурор Социалистического Отечества. «Неужели во всей вашей гнусной и предательской деятельности вы не испытывали никогда ни малейшего сожаления, ни малейшего раскаяния? И сейчас, когда вы отвечаете наконец перед пролетарским судом за все ваши подлые преступления, вы не испытываете ни малейшего сожаления о сделанном вами?» «Да, сожалею, очень сожалею», – отвечал Ягода. «Внимание, товарищи судьи», – позапил прокурор, – «предатель и изменник Ягода сожалеет. О чём вы сожалеете, шпион и преступник Ягода?» «Очень сожалею». «Очень сожалею, что, когда я мог это сделать, я всех вас не расстрелял». Ведь где-то есть простая жизнь и свет, прозрачный, тёплый и весёлый. Там с девушкой через забор сосед под вечер говорит и слышат только пчёлы нежнейшую из всех бесед. А мы живём торжественно и трудно, и чтим обряды наших горьких встреч, когда с налёту ветер безрассудный чуть начатую обрывает речь. Но ни на что не променяем пышный гранитный город славы и беды, широких рек зияющие льды, бессолнечные и мрачные сады и голос музы еле слышно. 23 июня 1915. Слепнём. Простая жизнь и свет, простое человеческое счастье свободного существования не могли не нарушать карцерной общественной дисциплины молодой Советской Республики. Чтить обряды наших горьких встреч, какие ещё доказательства нужны были, чтобы убедиться в глубочайшей внутрянной антиреволюционности Ахматовой . Для несомненной литературной внутренней эмигрантки Библия, положенная прежде на стол, как аксессуар комнаты, теперь стала источником образа. Стихи выровнялись, исчезла угловатость, стих стал красивее и обстоятельнее, интонации бледнее, язык выше . – Как вы думаете, чем кончится внезапное поправение Пунина? – спросил как-то Анну Андреевну Корнечуковский. – Соловками, – невесело усмехнулась она. – Это он, – вспоминала Надежда Яковлевна Мангельштам Пунина. Прогуливая с Анной Андреевной по Третьяковке вдруг сказал – А теперь пойдём посмотреть, как вас повезут на казнь. Так появились стихи. – А после надровних сумерки, в навозном снегу тонуть. – Какой сумасшедший Суриков, – мой последний напишет Пути. – Но этого путешествия ей совершить не пришлось. – Вас придерживают под самый конец, – говорил Николай Николаевич Пунин, и лицо его передёргивалось стиком. Но под конец её забыли и не взяли, зато всю жизнь она провожала друзей в их последний путь, в том числе и Пуниным. Воспоминания. – Воспитательная работа, вечная и нескончаемая воспитательная работа, – восклицала Лидия Чуковская, – столь схожая с работой Лубянки, что и не заметишь, где кончается одна и начинается другая. О, жизнь без завтрашнего дня! Ловлю измену в каждом слове, И у бывающей любови звезда восходит для меня. Так незаметно отлетать, почти не узнавать при встрече, Но снова ночь, и снова плечи в истоме влажной целовать. Тебе и милой не была, ты мне постыл, а пытка длилась И, как преступница томилась, любовь, исполненная зла. То словно брат, молчишь, сердит, но, если встретимся глазами, тебе клянусь, я небесами, в огне расплавится гранит. 29 августа 1921. Царское село. Вместо предисловия. Страшные годы Ежовщины я провела семнадцать месяцев в тюремных очередях в Ленинграде. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо, там все говорили шепотом, а это вы можете описать. И я сказала, могу. Тогда что-то вроде улыбки скользнуло потому, что некогда было ее лицом. Анна Ахматова. Тюрьма продолжает над теми, кто ей верен, работу, начавшуюся в другом месте и производимую всем обществом над каждым индивидом посредством бесчисленных дисциплинарных механизмов. Благодаря карцерному, континууму, инстанция, выносящая приговоры, проникает во все те другие инстанции, которые контролируют, преобразуют, исправляют и улучшают. Можно даже сказать, что на самом деле она отличается от них разве что особо опасным характером деликвентов, серьёзностью их отклонений от нормы и необходимой торжественностью ритуала. Но по своей функции власть наказывать в сущности не отличается от власти лечить или воспитывать. Она получает от них и от их второстепенной, менее значительной задачи, поддержку снизу, которая не становится от этого менее важной, поскольку удостоверяет её метод и рациональность. Карцерная натурализует законную власть наказывать, точно так же, как легализует техническую власть дисциплинировать. Приводя их таким образом к однородности и сглаживая насильственное в одной и самочинное в другой, смягчая последствия бунта, которые обе они могут вызывать, а значит делать бесполезными их ожесточение и неистовство, передавая от одной к другой одни и те же рассчитанные, механические и незаметные методы. Карцер позволяет осуществлять ту великую экономию власти, формулу которой искал XVIII век, когда впервые встала проблема аккумуляции людей и полезного управления ими. Мишель Фуко «Надзирать и наказывать» И мимоходом сердце вынут глухим сочувствием своим. Сон Разнузданы дикие страсти Под игом ущербной луны Александр Блок Мне снилась нечестная осень, холодная, скользкая тьма. Мне снилось, что, листья отбросив, деревья сходили с ума. Ноги, раскинувши сучья, они уверяли меня, на свете судьба, а не случай, живи, неизбежность, кляня. И счет подводили утратам, мешающим жить и дышать. Ты помнишь, как младшему брату спокойно ответила мать? Отец твой давно уж в могиле, сырою землею зарыт, а брат твой давно уж в Сибири, давно кандалами звенит. Мы крепко ветвями дорогу и тропки кругом замели, сестра ваша молится Богу и братьев зовет издали. Но только молиться устала, все плачет и бродит одна. Я сбросил в себя одеяло, я вырвался разом из сна. И долго смотрел на озера и горы полночной страны, и слушал бряцанье затвора под игом ущербной луны. Лев Гумилёв. Седьмая жена синей бороды. 10 августа 1938 года заключенному Льву Гумилёву разрешили свидание с матерью. В пересыльную тюрьму Анна Ахматова отправилась вместе с Лидией Корнеевной Чуковской. «Мы в эту минуту ехали по Жуковской. Вот там, напротив, была лепная конская головка», – указала мне подбородком в окно Анна Андреевна. «Это единственный памятник Ленинграда, воспетый Маяковским. Тот он расхаживал, ожидал и страдал. В день его смерти я пришла сюда. На моих глазах скалывали лепную головку. Чем ближе подъезжали мы к месту нашего назначения, тем она становилась мрачнее и молчаливее. Выйдя из трамвая, сразу вцепилась мне в рукав. Всё было, как всегда» Лидия Чуковская записки об Анне Ахматовой. «И клялись они серпом и молотом Перед твоим страдальческим концом. За предательство мы платим золотом, а за песни платим мы свинцом». Ноябрь 1926. Этапом через Красноярскую дубинку Лев Гумилёв был отправлен в Норильск, где спешно достраивался горно-обогатительный комбинат и где с наступлением зимы свирепствовала дизентерия. В 1940-м эпидемия подкосила и льва Гумилёва. Болезнь протекала тяжело. Три дня заключённый лежал без сознания. Всего в Заполярье он провёл пять лет и остался жив лишь потому, что, не имея ни книг, ни свободного времени, занимался любимыми науками. Историей, географией, географией. Вот и доспорился яростный спорщик до енисейских равнин. Об условиях, в которых надо было выжить и сохранить рассудок и творческие способности, бродяга Шуан, заговорщик, рассказывал. К северу от будущего города Норильска расстилалась тундра, то есть полярная равнина, простиравшаяся до реки Дудыпты и озера Пясино. Осенью тундра тонула в снежном сумраке, зимой в синей полярной ночи. В природе абсолютной темноты не бывает. Луна, звёзды и разноцветные отблески полярного сияния показывают человеку, что он на земле неодинок и может прийти куда-нибудь, где есть яркий свет и печка – самое дорогое для изгнанников за полярье. И всё же равнина безрадостна и тосклива, зато южная окраина будущего Норильска – цепь невысоких гор – поистине очаровательна. Эта горная цепь начинается столовой горой с необычным названием Шмиттиха. Кажется, это название дал ей открыватель Норильского месторождения никеля – Николай Николаевич Урванцев. Автор помнит этого спокойного, вежливого и очень приятного человека, жившего в геологическом бараке и пользовавшегося всеобщим уважением. Его привели к нам в 1942 году, когда лагерь был уже обстроен и налажен. Это большое счастье для науки, что замечательный учёный остался жив. Восточный склон Шмиттихи омывал угольный ручей – чистый, быстрый и шумливый, а за ним располагалась гора Рудная, бывшая в то время сокровищницей Норильска. В середине склона гору прорезала Штольня, тянувшаяся вдоль серебристой жилы халькоперидов. Эта Штольня казалась нам блаженным приютом, и во вне была постоянная температура минус 4 по Цельсию. По сравнению с сорокоградусными морозами снаружи или метущейся пургой, сбивающей с ног, в Штольне рабочий день проходил безболезненно. Лев Кумилёв, довоенный Норильска. Путём всея земли В санях сидя, отправляясь путём всея земли Поучение Владимира Мономаха детям. Прямо под ноги пулям, расталкивая года, По январям и июлям я проберусь туда. Никто не увидит ранку, крик не услышит мой, Меня, китежанку, позвали домой. И гнались за мною сто тысяч берёз, Стеклянной стеною струился мороз, У давних пожарищ обугленный склад. Вот пропуск, товарищ, пустите назад. И воин спокойно отводит штык, Как пышно и знойно тот остров возник. И красная глина, и яблочный сад, О, Сальва Регина, пылает закат. Тропиночка круто, сбиралась дрожа, Не надо кому-то здесь руку пожать. Но хриплой шарманки, не слушаю стон, Не тот китежанке послышался звон. Заговорили о том, что на улицах сейчас мокро, Темно, мрачно. Ленинград вообще необыкновенно приспособлен для катастроф, Сказала Анна Андреевна. Это холодная река, над которой всегда тяжелые тучи. Эти угрожающие закаты. Эта оперная страшная луна. Черная вода с желтыми отблесками света. Все страшно. Я не представляю себе, как выглядят катастрофы и беды в Москве. Конечно, подземная работа не всегда была безопасна. В слежении жилы надо было спускаться в гизенки и подниматься по восстающим, так называются вертикальные выработки, часто не полностью закрепленные. Подниматься в них надо было по пальцам, бревнам, внедренным по периметру выработки, хватаясь за них и подтягиваясь на руках. Однажды, когда я достиг вершины восстающего и установил, что жила на месте, на высоте 14 метров, у меня потух аккумулятор. Долго оставаться на месте было нельзя, меня бы задушили газы при отпалке. А спускаться в темноте слишком рискованно. Подо мной были острые края глыб. Я было рискнул протянуть ногу по памяти, и тут зажглась лампочка. Видимо, соединился контакт. И я увидел, что шагаю в пустоту. До сих пор я вспоминаю эту минуту с ужасом. И всё же в шахте было лучше, чем наверху. Лев Гумилёв, довоенный на риск. Окопы, окопы, заблудишься тут. От старой Европы остался лоскут, где в облаке дыма горят города, и вот уже Крыма темнеет гряда. Я, плакальщик, стаю веду за собой. От тихого края плащ колубой. Над мёртвой медузой смущённо стою. Здесь встретилась с музой, ей клятву даю. Но громко смеётся, не верит. Тебе по каплякам льётся душистый апрель. И вот уже славы высокий порог, но голос лукавый предостерёг. Сюда ты вернёшься. Вернёшься не раз, но снова споткнёшься о крепкий алмаз. Ты лучше бы мимо, ты лучше бы назад, хулима, хвалима, в отеческий сад. По дороге заговорили о щитовидной железе, которая у неё увеличена ещё сильнее, чем у меня. Мне одна докторша сказала, «Все ваши стихи вот тут», Анна Андреевна похлопала себя ладошкой по шее спереди. Мне предлагали сделать операцию, но предупредили, что через месяц я буду не менее восьми пудов. Это я-то. Лидия Чуковская, записки об Амине Ахматовой. 15 октября 1939 года. Основная масса рабочих жила в длинных бараках с двумя рядами нар по бокам и столом посередине. За столом обедали и по вечерам играли в шахматы или домино. На обед полагалась миска супу, баланды, миска каши и кусок трески. Хлеб выдавался по выполнению норм – за полную выработку – 1,2 кг, за недовыработку – 600 г и за неудовлетворительную работу – 300 г. Слабые люди от недоедания теряли силы, их называли доходягами. В наилучшем положении были зэки, почтённые доверием начальства. Коменданты, внутренняя полиция, нарядчики, выгонители на работу, повара, врачи, щитоводы – их называли придурками за то, что они были самыми хитрыми и ловкими. Уважения они не имели. Лев Гумилёв, довоенный на рельсах. Вечерней порою сгущается мгла. Пусть Гоффман со мною дойдёт до угла. Он знает, как гулок задушенный крик, и чей в переулок забрался двойник. Ведь это не шутки, что двадцать пять лет мне видится жуткий один силуэт. Так значит, направо, вот здесь, за углом, спасибо. Канава и маленький дом. Не знала, что месяц во всё посвящён, с верёвочных лестниц срывается он, спокойно обходит покинутый дом, где ночь на исходе за круглым столом гляделась в обломок разбитых зеркал и в груди потёмок зарезанный спал. Я переворачивала страницы, задавала свои вопросы и мучительно чувствовала, что всё это ей в тягость. «Пожалуйста, запишите все ваши соображения на каком-нибудь отдельном листке», – попросила наконец Анна Андреевна. «А то я всё равно всё забуду». Я умолкла, нашла листок, принялась переписывать свои заметки, даты, отделы, варианты, прежние и теперешние циклы. «Видели ли вы когда-нибудь поэта, который так равнодушно относился бы к своим стихам?», – спросила Анна Андреевна. «Да и всё равно из этой затеи ничего не выйдет, никто ничего не напечатает. Да и не до того мне». Лидия Чуковская, записки, 18 октября 1939 года Уголовные преступники составляли около половины заключённых, но хулиганов было очень мало. Мой знакомый убийца говорил – «Хулиган – всем враг, и вам, фраерам, и нам, уркам» Фраер – человек, которого грабят. Урка – человек, живущий за счёт грабежа и воровства, как профессия. Хулиганов надо убивать, потому что они творят зло ради зла, а не ради выгоды, как воры и грабители. Интересно, что он уловил абстрактный принцип мирового зла. Но не этой социальной структурой определялись шансы зэка на выживание. В лагере баланду не едят, а трамбуют, избыточную кашу с маслом жрут, а вкусные деликатесы кушают. На этом принципе возникают группы по 2-4 человека, которые вместе кушают, то есть делят трапезу. Это подлинные консорции, члены которых обязаны друг другу взаимопомощью и взаимовыручкой. Состав такой группы зависит от внутренней симпатии её членов друг к другу, а точнее от комплементарности – поведенческого феномена, известного у всех высших животных. У людей положительная комплементарность означает тягу к бескорыстной дружбе. Отрицательная ведёт не столько к борьбе, сколько к неприязни, но та и другая не могут быть объяснены расчётом, как продуктом сознания. Комплементарность всецело лежит в сфере эмоций. Так вот, благодаря знаку комплементарности одни люди в лагере выжили и вышли на волю интеллектуально обогащёнными. Они сохранили приобретённых друзей и помогли друг другу избавиться от недруга, а другие, замкнутые в себе, надорвались от эмоционального перенапряжения, начали жалеть себя, снизили свою резистентность к воздействиям окружающей среды и, будучи малопластичными, сломались. Лев Гумилёв. Довоенный Норильск. Чистейшего звука высокая власть, Как будто разлука натешилась в сласть, Знакомые здания из смерти глядят, И будет свиданье, печаль не сто крат, Всего, что когда-то случилось со мной, В столице распятой иду я домой. Потом Анна Андреевна вдруг вытащила откуда-то тетрадку, переписанных от руки стихов, Очень аккуратную на вид, но первый лист отодран так грубо, Что клочья торчат. – Это я отодрала, – сказала она. – Ко мне явился недавно один молодой человек, Белокурый, стройный, красивый, И сказал, что хочет прочесть мне свои стихи. Я ему посоветовала обратиться лучше в союз, И очень быстро его выгнала. И вот приезжаю из Москвы, а на столе тетрадка, И на первой странице надпись Великому поэту России. Я кинулась на тетрадь зверем и выдрала страницу. Я осведомилась – хорошие ли стихи? Но Анна Андреевна не пожелала ответить. Она уверена, что это не ценат, то есть доносчик. Лидия Чуковская. Записки. 6 декабря 1939 года. Зимой 1942-1943 года Грозное дыхание войны стало достигать Таймыра. По слухам, мы узнали, что немецкий крейсер Пытался обстрелять остров Диксон, Но был отогнан нашей артиллерией. Поёт на шаску дел, голода не было, Но ощущение сытости тоже. Спасало только чтение книг из научной библиотеки, Которой заведовал бывший корреспондент известий Гори. И творческие беседы, сделавшиеся потребностью. Потом в Ленинграде меня удивляло отсутствие Разговоров на научные темы в институтах Академии наук И пресечение любых попыток обсудить научные темы. Моим собеседникам казалось, что их экзаменуют. Впрочем, и в лагере такие люди были. Инженеры, геологи, химики, строители Абсолютно не интересовались историей, Хотя весьма ценили поэзию и литературу. Олег Гумилёв, довоенный Норильск Чирёмуха мимо прокралась, как сон, И кто-то Цусима сказал в телефон. Скорее, скорее кончается срок, Варяг и кореец пошли на восток. Там ласточкой реет старая боль, А дальше темнеет форт Шаброль, Как прошлого века разрушенный склеп, Где старый калека, а глух и ослеп, Суровый и хмурый его сторожат, С винтовками буры. Назад. Назад. Я заговорила о квартире. Я так хочу ей человеческого жилья, Без этих шагов и пластинок за стеной, Без ежеминутных унижений. Но она, оказывается, совсем по-другому чувствует. Она хочет остаться здесь с тем, Чтобы Смирновы переехали в новую комнату, А ей отдали бы свою. Хочет жить тут же, но в двух комнатах Право же. Известная коммунальная квартира Лучше неизвестной. Я тут привыкла. И потом, когда Лёва вернётся, Ему будет комната. Ведь вернётся же он когда-нибудь. Лидия Чуковская записки. 13 января 1940 года. 10 марта 1943 года кончился мой пятилетний срок, И мне разрешили подписать обязательство Работать в Норильском комбинате до конца войны. Как техник-геолог я был направлен в экспедицию Сначала на Хантайское озеро, А потом на Нижнюю Тунгуску. Там я зимовал, работая по магнитометрической съёмке, Которой снежные сугробы не мешали. Затем, вступив добровольно в армию, Я дошёл до Берлина. Был демобилизован по возрасту И вернулся на дорогие мне берега фонтанки. Но это уже другая эпопея О других бедах, трудностях и успехах. Норильское больше не видел. Лев Кумилёв, довоенный Норильский. Великую зиму я долго ждала, Как белую схиму её приняла, И в лёгкие сани спокойно сажусь А к вам, китижане, до ночи вернусь. За древней стоянкой один переход, Теперь с китижанкой никто не пойдёт, Ни брат, ни соседка, ни первый жених, Лишь хвойная ветка да солнечный стих, Оброненный нищим и поднятый мной, В последнем жилище меня упокой. Десятое – двенадцатое марта 1940-го. Фонтанный дом. Члены Союза, – уверяла Анна Андреевна Ахматова, Когда после пятнадцати лет молчания Из печати вышел её сборник. «Моих стихов никогда не знали И знать не хотели. Они моих стихов не любили И сейчас берут книгу в лавке, Потому что, вот, мол, достать её Простым смертным невозможно, А они, пожалуйста, могут получить. Это укрепляет их чувство превосходства, Превелегированности. Поэзию же мою они терпеть не могут. Они ведь всегда считали Все эти двадцать лет, Что ни к чему вытаскивать Из нафталина это старьё. А я бы хотела, чтобы моя книга Дошла до широких кругов, До настоящих читателей, До молодёжи. Смена забвения в истории воскрешением, Ни что иное, как жизненный ритм духа», Полагал итальянец Бенедетто Кротче. «Она прочитала мне ещё раз о смерти, А потом никогда мною неслыханное Водою пахнет резида, И опять у меня от этого настоя горя Ощущение такого счастья, Что нету сил перенести. Я понимаю Бориса Леонидовича, Если это существует, Можно и умереть». Лидия Чуковская записки 15 декабря 1939 года «Просыпаться на рассвете От того, что радость душит, И глядеть в окно каюты На зелёную волну Или на палубе ненастья Мех закутавшись пушистый, Слушать, как стучит машина, И не думать ни о чём, Но, предчувствуя свидание с тем, Кто стал моей звездою От солёных брызг и ветра, С каждым часом молодеть». Июнь 1917-го Слепнёва «Аллия» «Аллия» «Отолёна» «Аллия» 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 «Аллия»